Приветствую вас на моем канале сегодня и хотел бы пообщаться сегодня по поводу двух таких тем КПД и потребление. В чем разница? Ну и заодно показать то, что вы видите сейчас. Это наша разработанная система сертифицированная для автомобилей, позволяющая использовать скутерные батареи для увеличения дальности поездки практически в два раза или даже в три. В зависимости, если вы используете до четырех таких батарей 50 ампер часов. Ну а сейчас будем делать небольшой тур. Вот идет подзарядка с маленькой батареей в основную батарею. Вот как я сказал, 13 ампер подзаряжается и будем учитывать этот ток, который постоянно работает. Ну поехали. То есть мы едем и сейчас видим еще минусовое значение, то есть идет подзарядка. То есть с небольшой скоростью этой маленькой батареи хватает, чтобы не просто ехать, а еще и подзаряжать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Продолжение следует... То есть вот практически мы сейчас едем, идет подзарядка еще батареи практически при нулевых токах при 35-30 км в час. Сейчас больше, то есть на прямых участках до 20 км этого хватает. 20 км в час. А сейчас посмотрим соизмеримость разгонных качеств автомобиля, мотора, контроллера. Как ведет себя ток и как ведет себя скорость. Выберем немножко прямой участок, здесь сейчас сгорка. То есть вот я сейчас нажал на педаль, вы видели, как изменился ток. Так. 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 то есть на прямой с небольшим разгоном ток идет поднимается больше 100 ампер вот что просто как интересно если вы посмотрите как реагирует ток постоянно небольшие кочки нога дергается и ток прыгает в пределах до 30 ампер то есть эта реакция скорость практически не меняется но ток изменяется каждое шевеление автомобиля влияет на ногу до педаль дергается и мы видим изменение от 20 до 50 ампер вот если кочек нет прямая дорожка то все нормально можно выдерживать надо учитывать что еще 13 ампер у нас поступает со сна с маленькой батареи поэтому идет вот небольшие уклоны они очень влияют сейчас небольшая практически прямой участок ладно сейчас вот будет с горочки наклон уже при подходе к 60 ток растет очень значительно то есть чтобы выдерживать эту скорость нужно батареи то есть с батареи тянуть около 60 ампер с учетом маленькой вот посмотрите сейчас просто небольшие движения на вот нажала на газ разгон скорости пошел вот две секунды один километр в час вот но на вот этот на вот эту разницу сразу добавилось более 50 ампер на самом деле мотор очень хороший был здесь и мотор магнитный вот ничего не говорю про моторы что они плохие здесь есть просто свои положительные стороны и отрицательные стороны если в асинхроника увеличение тока пропорционально увеличению крутящего момента магнит же этого не дает потому что при поступлении больше тока чем магнит может дать ток просто расходуется то есть идет в никуда кпд падает вот сейчас мне нужно просто проскочить на светофоре и увидели что до 250 поднялся ток хотя разгон но незначительный вот сейчас небольшая горка вот мы едем 63 ток 145 плюс 13 но в общем около 160 ампер вот когда скорость установилась это 120 плюс в общем 100 135 примерно вот эти колебания да вот сейчас горка заканчивается мы пойдем на спуск вот рекуперация у мотора очень хорошая принципе сейчас мы едем на скорости 60 и примерно те же ну отнять минус 13 то есть 50 ампер на 60 километров в час идет если полностью бросить педаль рекуперация работает только при отпускании педали если просто нажимаешь на тормоз то рекуперации в этой в этого автомобиля нет то есть рекуперация идет чисто от наката вот мы сейчас остановились 13 ампер опять батарейка подзаряжается это как раз ту систему которую мы от разработали для наших автомобилей они эта система сертифицирована и идут сейчас уже в трех типах автомобилей это пока п-300 т-300 тигр и уже автомобиль от компании вулин которая у нас тоже также сертифицирована на нашу компанию для европы ну вот у всех этих автомобилей устанавливается эта система подзарядки автономной то есть увеличение дальности поездки и с использованием любых батарей которые можно подзаряжать на зарядных станциях скутерных эта система очень развита сейчас в азии вот если замечаете просто вот небольшое ускорение и как реагирует мотор ну да 100 ампер просто вот сейчас ускорился всего лишь на 8 километров в час или на 6 километров в час при вот этом движении 100 ампер хотя машиной резкости вот этой нет да то есть очень плавно она работает но ток идет очень резко то есть потребление и вот эта каждая кочка она влияет но то что мне нравится вот эта рекуперация она срабатывает очень хорошо то есть педаль отпустил и пошел ток подзаряжаться в батарею с этим мотором нужно вообще на приноровиться ездить чтобы педаль вообще не прыгала то есть возможно даже установление других педалей которые будут немного более тупые чтобы они не реагировали так на прыжки на дорогах потому что если педаль очень легкая то любой скачок влияет на ток машинка очень резвая сейчас будем стартовать перекрестка и посмотрите что практически никто нас не сможет обогнать хотя машинка маленькая мотор маленький до всего лишь вот ток до 200 ампер на разгон вот но все автомобильчики остались просто сзади то есть разгон очень таки хороший вот потом люди нервничают и начинают обгонять на своих крутых тачках но это нормально потому что когда такой маленький автомобильчик обгоняет этого монстра они расстраиваются но это нормально нормально человеческое явление особенно здесь в китае как так но сейчас до 250 ток поднялся то есть вот небольшое такое ускорение потом преимущество что когда скорость наросла и удерживается да и вот в этот момент происходит стабилизация потребления и наоборот даже рекуперация иногда идет потому что идет динамика разгона а потом мы как бы останавливаем педаль и ток пошел обратно течь то есть здесь идет компенсация но нет вот этого влияния как в ассинхронике да даешь ток и насколько ток поднялся настолько поднялся крутящий момент настолько увеличилась акселерация но если конечно мотор не в него не в режиме уже насыщение то есть на предельных скоростях там этого нет вот но при нормальных режимах как вот сейчас обратно обычная поездка на городских скоростях вот сейчас пойдем в горку и как раз посмотреть с поведением потребления вот опять мы стоим идет подзарядка 13 ампер подзаряжается то есть эта система сделана в принципе если у автомобиля дальность поездки ограничена там 100 150 километров вам нужно проехать там 200 взяли две маленькие батарейки от скотера зарядной станции вот 240 ампер на горку вот на этой горке для такой скорости на ассинхронике на е300 автомобиле максимальное было сто 80 ампер 160 а то и ниже потому что батарейка когда я ездил у меня была ограничена током 100 ампер и пиковая 180 вот поэтому больше не мог давать она отключалась но скорости такие же на подъем это разница 250 или 150 180 почему я все это показываю потому что вот прямая прямой участок но скорость вот развивается но один километр в час в течение трех секунд до разгон идет но ток потребляет чуть ли не в два раза больше чем при обычной поездке так вот вернусь обратно к потреблению к этому мы часто говорим о кпд мотора не учитывая вот эти поведение мотора при различных режимах вот колебание небольшое хоть скорость нарастает очень медленно но ток более чем в два раза превышает ток при котором мы едем на постоянной скорости то есть в принципе вот это 50 60 км в час это номинал для этого автомобиля вот но при любом изменении режима работы двигателя ток перескакивает до трех кратных размеров и очень сильно вот даже просто посмотрите на тенденцию скорости я нажимаю на педаль ток увеличился в два раза но разгона скорости нет да то есть он очень слабый ничего не хочу сказать мотор очень хороший очень хорошо сделан он тихий мы его не слышим практически да и немножко тихий звук который у каждого мотора присутствует вот но вот разница вот это что я хочу показать это именно вот эта динамика и реагирование на токи при изменении режимов поездки режимов работы двигателя вот хорошо реагирует да и отпустил педаль моментально ток пошел на рекуперацию хорошо настроен контроллер хороший мотор ничего не скажу эффективность мотора на номинальных режимах она очень хорошая но разгонные характеристики да ток потребления очень большой на изменениях режимах ток очень большой и мы говорим о общем потреблении а не на каком-то кпд который установлен на номинальной скорости это и есть мы ездим на автомобиле а не исполь испытуем мотор на стенде да вот на стенде мы поставили выбрали номинальную скорость маленькие прыжки 30 ампер ток бегает туда-сюда да ну педаль конечно можно грубую педаль поставить но ее и выбирают выбрали для этого автомобиля такую чтобы человек чувствовал педаль да чтобы не просто вот пытаются на своих ауди нет вольво обогнать что хорошо он да ускоряется на маленьких скоростях очень хорошо но если заметили то что с 30 ампер до 230 то есть 200 ампер тока чтобы разогнать резко до на 10-15 км в час увеличить скорость вот то что я хочу сказать это динамика разгона да и здесь потребление очень большое и когда мы ездим в городе мы используем практически постоянно эту динамику у нас педаль гуляет постоянно мы останавливаемся на светофоре мы даем газ мы обгоняем мы притормаживаем да вот при притормаживании хорошо мотор работает потому что он в обратную сторону работает и заряжает автомобиль в другом случае это негативное влияние которое просто потребляет ток без отдачи пользы и вот мы говорим о кпд почему мы постоянно пытаемся сказать не о кпд а о потреблении кпд нас не интересует я уже показывал на тесте в даяне это в луяне когда в 2016 году мы проводили тесты что мотор мой аэг мотор 3 киловаттный который был переделан натяговой при двух процентах ниже ниже кпд чем у оригинала автомобильного потребление общее было ниже и очень значительно до 30 процентов вот в чем разница да они в кпд кпд 2 процента а потребление отличалось 25-31 процент это то что мы проводили тесты и с учетом того что это просто был мотор который куплен промышленный мотор по очень дешевой цене и перемотан на обмотку славянка так что вот эти все споры о кпд я не езжу на кпд я езжу на автомобиле вот если нажимаю на газ и потребление в два раза выше чем у асинхроника мне это не нравится потому что я использую батарею на самом деле батарея здесь большая но дальность поездки несоизмеримо с автомобилем е300 на котором я ездил с мотором да 112 сл поведение автомобиля да я люблю этот автомобиль он прекрасный но расход большой больше чем с моим мотором который был на другом автомобиле все кто садится за этот автомобиль влюбляются в него маленький но очень-очень приятно на нем ездить как он реагирует на газ как нас как ведет себя управление качество автомобиля я говорю мотор хороший кпд его в номинале очень хороший если мы едем на скорости 30 40 километров в час потребление очень низкая но мы ездим и на других скоростях и мы ускоряемся постоянно и вот в этом есть разница да вот если мы сравним на скорости 30 40 что с до 112 сл что с этим мотором потребление примерно одинаково два процента даже никто не заметит но двухкратное трехкратное увеличение тока или же всего лишь там на 50 процентов увеличение тока это разница очень большая на моем канале много видео тестов на автомобилях где тестировал и 300 другие автомобили apple вот просто посмотрите на поведение тока на поведение разгона скорости вы увидите огромную разницу качество этого мотора да он серийно производится это мотор был здесь и сделан в серии очень хороший его разрабатывали специально для автомобиля вот здесь невозможно сказать что он чем-то плохо да кпд у него показывает 95 я не могу судить вот но 95 на каком режиме да на режиме номинальной скорости но не в переходных режимах он 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 вот эти скорости 40 50 самое хорошее вот если я уже иду 60 уже потребление немножко больше по сравнению нот на расстояние да то есть потребление общее потому что разница между 50 вот сейчас мы едем до дорога практически ровная потребление примерно 40 ампер вот а при 60 уже 60 то есть 10 километров в час только 20 до повышается 40 до 60 разница солидная на то есть вот эта разница она учитывается при общем расходе то есть отклонение от номинала и расход гораздо выше разгон хороший даст со старта но потребление 230 при таком же разгоне прида 112 сл потребление я ездил с аккумулятором маленьким 50 ампер часов потребление до 150 ампер всего лишь то есть на 50 60 ампер в тех же режимах потребление меньше потребление тока да и вот эти режимы они за время поездки они очень сильно влияют если ехать на экономичной скорости 30 40 50 километров в час то можно добиться примерно одинаковых показателей вот то есть мы едем на экономичных режимах там разница только зависит от стиля вождения за при нормальных поездках когда мы едем просто в потоке это невозможно потому что мы постоянно тормозим разгоняемся вот это о плюсах и минусах если мы говорим уже системе нечего хаять одну систему или другую хороший мотор но у него есть и положительные и отрицательные стороны как и у любого человека или у любого транспортного средства есть плюс есть минус и это нужно учитывать мы говорим о альтернативе о ценообразовании и тому подобное вот наши автомобили пока вот он вулин стоит мы выехали было 81 процент батарея постоянно подзаряжалась 13 амперами мы проехали 23 километра расход составил 15 процентов это с учетом того что автомобиль за полчаса поездки подзаряжался 13 амперами тока постоянно а теперь то что я говорил видео это для сравнения скрины которые вы найдете в моих видео по тесту автомобилей и само поведение тока потребление тока при наборе вот то что я говорил что при наборе той же горки не превышает ток более 100 ампер 120 ампер вот и пиковые до 180 это разница и общее потребление автомобиля это второй скрин вот при той же поездке по тому же маршруту и потребление гораздо гораздо меньше